приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про обновленную рефералку без воды по-быстрому только сжатую четкую информацию поехали итак у нас есть командир который зашел в игру в ангаре слева внизу у нас есть возле кнопки друзья рядом по соседству есть кнопка рефералки заходим в нее там находим свою ссылку по которой можно пригласить своих друзей знакомых в игру в общем распространяем эту ссылку по которой к вам присоединяются рекруты вы становитесь командиром рекруты же в свою очередь при виде этой ссылке нажимают на нее попадают на экран где могут либо войти в свой аккаунт если нет аккаунта создать и присоединиться к реферальной программе все вот это вот связь получилось у нас рекрутов может быть у командира бесконечное множество но на экране в рефералки будет отображаться только 50 рекрутов остальные будут где-то там в друзьях видимо окошко не рассчитано на больше чем 50 человек а колесико прокрутки до такого мы еще не доросли либо же там какие-то технические косяки вылазит если там больше 50 но неважно дай бог хотя бы одного рекрута найти а то там 50 это уже где вы их там найдете это только если то блогеры что делать дальше вообще вот в этой новой рефералки дальше если мы командир мы можем либо катать его в заводе со своими рекрутами либо можем их набрать кучу сидеть пердеть у нас будет небольшое такое место я не знаю как их назвать его короче схрон очков очень малюсенький там не знаю карман это скорее какой-то микро карман для сбора пылинок поскольку раз в три дня вы сможете на командире заходить в рефералку нажимать на кнопку собрать 30 очков которые рекруты сами там накатали без вас если они вообще были у вас если они катали то они могут вам накопить 30 очков это максимум сколько этот микро карманчик микро вот этот вот схрончик может в себе иметь то есть если он заполнился он больше 30 очков вам уже не принесет и он всего лишь на три дня то есть раз в три дня надо его очищать чтобы он заново собирал в себе очки по 30 очков это очень скромно это не о чем это просто пыль поскольку топовый контейнер а у нас будут контейнеры в рефералке стоит 6000 очков по 30 очей вы будете собирать там почти два года раз в три дня по 30 очков это надо нам 200 раз собрать по 30 очков это почти два года вы будете там этим микро карманчиком на 30 очей собирать себе контейнер это полная туфта еще нужно помнить о том что он есть и раз в три дня надо заходить его нажимать это самый бестолковый какой-то вариант поскольку сама суть новые рефералки как раз таки играть во взводе они не во взводе и вот этот вот карманчик он как какое-то инородное тело фигня короче какая-то но просто как бонус для командира жмякать на него иногда ладно следующее бонусы опять же для командира если рекруты будут что-то покупать в игре и у командира будет рекрутов два или более то 10 процентов от покупок командиру будет возвращаться в золоте то есть рекруты что-то себе покупают а командир сидит в золоте прям на него сыпется это золото из ниоткуда вот это прям гениально рекрут уже получает как обычно нихера что в этом микрокарманчике рекрут лох что в этом кэшбэке голдбэйке рекрут лох пока что рекрут два раза лох едем дальше и вот мы приехали к игре во взводе и только здесь уже начинаются нормальные фарм очков реферальных и для командира и для рекрута здесь есть и задания совместные во взводе я так понимаю там не написано но как будто бы можно сразу за один бой несколько заданий и там чуть ли не по двадцать одному очку за бой вывозить этих реферальных этих очков представляете за один бой допустим 21 очков армануть а там командир своем кармашке по 30 ч раз в три дня фармит но это разница прям колоссальная там есть задание попасть в топ-10 по опыту с 5 по 10 уровень там также есть еще для низкоуровневых танчиков с 1 по 4 уровень в топ-3 по опыту надо попасть и также в этих заданиях если вы играете в полном взводе то есть один командир и два рекрута вы будете чуть больше получать то в основном по 5 очков за задание дают когда вы в топ-10 попадаете или в топ-7 а будет по 8 очков то есть больше короче и также есть еще по 50 очков можно фармить за взводные вот эти вот медальки решающий вклад и братья по оружию решающий вклад это нужно кажется 12 фрагов сделать взводом это очень редко получается как по мне тут 50 очков за это это мало но в принципе это иногда очень редко получить бонус в 50 скорее всего в этом же бою возможно вы выполните и второе взводное задание взводную медальку братья по оружию но не факт поскольку в братьях по оружию нужно во взводе чтобы каждый сделал минимум по 3 фрага и выжил а когда вы там делаете 12 фрагов это очень жесткий напряженный бой где скорее всего не все выжили не факт поскольку в этом до конца потери с трудом вытащили при таких тяжелых боях не всегда все выживают поэтому не факт мне кажется тут надо хотя бы 75 или 100 очей за медальку где 12 фрагов надо сделать что мне нравится в этих вот задача где выдают реферальные очки тут есть защита от накатывания в песке на низких лавалах кучи боев где люди раньше вот при запуске рефералки просто садились там на какой-нибудь позади на там 3 или какой уровень и просто по центру ехали сливались очки фармились тем самым они просто на двинках фармили танчики это полный бред также бред еще то что рефералка была в основном для твинков сейчас нет смысла на твинке это проходить поскольку ты создашь себе твинк и не сможешь фармить очки поскольку тебе нужно играть в возводе с командиром поэтому на твинк ты не сможешь ничего по фарм также здесь есть защита от того чтобы ты не создавал себе твинк и не фармил прим танчик для командира поскольку командиру будет копиться вот этот вот в микрокарман чик по 30 ч раз в три дня и в итоге он там почти через два года только накопит на одну коробку где вам еще и рандомно будет выпадать что-то одно то есть тоже смысла почти нету разве что вы будете два года копить в общем рефералка абсолютно полностью направлено на игру во взводе ну а для командира самый приятный наверно бонус это голдбэк 10 процентов от покупок рекрутов а вот рекрут и но им только отбегать за командиром и просить давай в азотики сыром давай давай очки нужны хочу очки хочу купить коробочку то выпадет мне что-нибудь так давайте теперь разбираться с главными наградами первые две коробки абсолютно не особо интересные первое вообще там стоит копейки 150 очков там всякая фигня не прямо резерве ки кредитики снаряжения фигня какая-то за 1200 очей мы уже получаем боны золото дни према 2d стиля непонятно какие личные резервы на кредиты учебные материалы штатное оборудование вроде как пожертвнее но не все чё за 2d стиль непонятно также из контейнеров нам всегда будет что-то одно выпадать в большой коробке за 6000 очков реферальных там только прям танки и есть компенсация только если у вас есть все танки из этого контейнера и соответственно делаем вывод что нам не будет выпадать танк тот который у нас уже есть скорее всего поскольку компенсация только когда уже все танки значит вам до талого пока каждый из этих не выпадет которого нет только тогда начнется компенсация потому что у вас уже все есть компенсация 3 миллиона серебра кажется раньше в рефералке можно было три с половиной миллиона серебра выбрать если вы не хотите выбирать танк в принципе вот такая рефералка если кратко сжато по быстрому чтобы не рассусоливать на полчаса также там есть еще таблички заданиями для рекрутов что он должен выполнить чтобы командир получил реферальные очки видимо вот в этот вот маленький карманчик на 30 очей там надо прокачивать танки ветки чем выше уровень тем больше очков покупать эти танки за это тоже даются очки то есть за прокачку и за покупку также там нужно быть в топ 3 по урону за это дают очки также дают еще за медальки но какой понт рекруту с этого никакого какой смысл с этого для командира тоже почти никакого поскольку два года этим микрокарманом фармить 30 очей это бред поэтому командирам придется играть в возводе с рекрутами чтобы фармить вот это вот все чтобы потом выбирать вот эти вот контейнеры если все танки есть из контейнера топового то можно будет фармить 1 200 боев по 3 миллиона серебра если хорошо играть либо выбирать второй контейнер за 1200 очей где различные там расходники на серебро золото дни прямо и так далее и какой-то 2d стиль непонятно также там еще кажется бон и в общем вот такая вот рефералка единственно что я в ней не понял а где в ней конечная цель просто когда уже тупо надоест эти коробки покупать и надоест играть во взводе какой-то финальной на рады нет и точки куда мы идем тоже а это означает что скорее всего рефералка будет у людей заканчиваться когда они начнут про нее подзабывать также еще что не сказал в рефералке в этой за получение очков можно получать медальки на которые мне абсолютно все равно ну и скажу за финальные главные награды это конечно же прям танки во первых мы не выбираем какой танк нам выпадет в основном там почти все танки и на восьмом и на седьмом и на шестом уровне выше среднего но опять же все танки разные на любителя если среди восьмерок смотреть то там все танки более-менее хороши конечно не все они мне нравятся но вот допустим somo sm как по мне это прям очень хороший такой вот танк если его так вот получать без доната также револьворис после а по неплохо да и остальные два тоже далеко не самые плохие я считаю что эти все четыре танка выше среднего танчики в принципе пойдет но наверное не сильно прикольно получить танк какой-нибудь шестого или седьмого левела у меня так вообще по ходу все эти танки есть это все старые танки ничего нового такого нету поэтому если мне рефералку делать то я буду просто серебро фармить а серебро это хорошо в принципе ради серебра тоже можно покатать эту рефералку как-нибудь на стриме и посмотреть насколько прикольно или не прикольно фармятся эти очки и как часто можно получать эти коробки в описании будет ссылка на мою рефералку если хотите вступайте как-нибудь надо будет замутить стрим с этими самыми рекрутами посмотрим что из этого получится пишите свое мнение в комментариях сам бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи